Здравствуйте, уважаемые студенты! Мы сегодня продолжаем нашу пятую лекцию тема «Распределенные компьютерные системы». План лекции. Распределенные системы, задачи, терминология, принципы, функционирование, архитектура клиент-сервер, типовые задачи, области применения, примеры информационной системы, многовенные архитектуры, многозвенные, которые мы используем, области применения, выделение слов многозвенной архитектуры, типичная архитектура, пример информационной системы, выполняемая многозвенной архитектурой. Распределенная система определения. Система нескольких автономных вычислительных условий, взаимодействующих для выполнения общей цели. Автономные, а тонкие клиенты, общая цель, а интернет. Дальше. Распределенная система. Система, чьи компоненты размещены на различных узлах, взаимодействующие и управляемые только посредством передачи сообщений. Существует система, с разделяемой памятью. Система, состоящая из набора двух или более независимых узлов, которые координируют свою работу посредством синхронного или асинхронного обмена сообщений. Распределенная система. Это набор независимых узлов, которые представляются пользователю как один компьютер. Тунинбаум. Распределенная система. Это собрание независимых компьютеров, соединенных сетью с программным обеспечением, обеспечивающих и совместным функционерам. Мы дали несколько определений. Последствия. Параллельность. Независимые процессы, синхронизация, необходимость разделения ресурсов – это данные, сервисы, устройства и типичные проблемы, дает лукс, ненадежные коммуникации. Нет глобального времени. Асинхронная передача сообщений, ограниченная точность синхронизации часов, нет в состоянии системы. Нет ни одного процесса, распределенной системы, который познал текущий глобальный стандартный систем, вследствие параллелизма и механизма передачи данных. Сбой. Процессы выполняются автономно, изолированно. Неудачи отдельных процессов могут остаться необнаруженными. Отдельные процессы могут не подозревать о общесистемном сбое. Сбои происходят чаще, чем в централизованной системе. И новые причины сбоев. Сетевые сбои изолируют процессы и фрагментируют систему. Принципы разделения. Функциональное разделение. Узлы выполняют отличные задачи. Это клиент-сервер, хост-терминал, сборка данных, обработка данных, решение о создании разделяемых сервисов. Естественное разделение. Определяемые задачи. Система обслуживания сети супермаркетов. Сеть для поддержки коллективной работы. Распределенные нагрузки. Это балансировка. Назначение задачи на процессорах. Так, чтобы оптимизировать общую загрузку системы. Усиление мощности. Различные узлы работают над одной задачей. Распределенные системы, содержащие набор микропроцессоров, по мощности могут приближаться к суперкомпьютеру. Физическое разделение. Система строится в предположении, что узлы физически разделены и экономические. Набор дешевых чипов может обеспечить лучшие показатели отношений цена и производительность, чем в майндфреймах. Майндфрейм двигается быстрее, зато в тысячу раз дороже. Пример распределенных систем. Это интернет, интернет, вычислительные кластеры. Перед вами данные. Это пример интернета. Это гидрогенная сеть компьютеров и приложения. Реализация взаимодействия IP-стеков. Пример интернет. Администрироваться локально, взаимодействоваться с интернетом, обеспечивать сервисами внутренних и внешних пользователей. Следующий пример – это Wireless Information Device, система сотовой связи, GSM, ресурсоразделяемые, вот ток подключения через LAN, и HandLand, и вот у нас перед вами схема. Другие примеры. Система управления аэропортом, автомобильные управляющие системы – это вот Mercedes S-класс сегодня имеет более 50 автономно встроенных процессоров, соединенных общей шиной. Телефонные системы, сложные сети предприятия, сетевые и файловые системы, ну и WW и многое другие. Разделение ресурсов. Разделение ресурсов часто является одной из причин разработки определенной системы. Уменьшается стоимость, разделение данных между пользователями и сервисами. Управляясь набором ресурсов, вставляют услуги пользователям. Сервер используется для представления сервисов. Принимают запросы на обслуживание от клиентов, это вызов операции, прием сообщений и ответ на сообщения, полная реализация и удаленный вызов. Роли клиента и сервер меняются от вызова к вызову. Один и тот же процесс может быть как к клиентам, так и к серверам. Терминология клиент-сервер применяется к процессам, а не к узлам. Проблемы. Распространение приложения. Гетерогенность, открытость, безопасность, масштабируемость, обработка ошибок, восстановление после сбоя, параллелизм, прозрачность, управляемость. Мы остановимся на некоторых из них. Это открытость гарантирует расширяемость, возможность повторного использования. Важные факторы. Наличие четкой спецификации, наличие полной документации, опубликованные интерфейсы, тестирование, проверка на многих платформах. Безопасность. Три компонента. Защищенность, целостность, доступность. Задача. Посылка значимой информации по сети безопасности и эффективна. Сценарий 1. Доступ к результатам тестирования по НФС, откуда мы знаем, что пользователь, преподаватель, имеющий доступ к данным. И авторизация. Сценарий 2. Посылка номер кредитной карты в интернет-магазин. Никто, кроме получателя, не должен прочитать данные. И здесь обязательно криптография. Возможные архитектуры. Клиент-сервер, как мы говорили уже. Модель представления услуг. Полом серверов. Модель прокси и кэш-серверов. Модель равных процессов. Вариация на тему клиент-сервер. Это мобильный код, мобильные агенты, нетворк-компьютер, тонкие клиенты, x-window. Тревнике дизайна. Тревнике накладываемое обеспечением, тремой производительностью, использованием кэширования и репликации. Требования возможностей. И главное, надежности. Вопросы к закуплению. Что такое распределенная информационная система? Зачем нужны распределенные информационные системы? Какими они должны быть? Какие проблемы существуют при построении распределенных информационных систем? Вот на этом сегодня наша лекция подошла к концу. Ответите на вопросы в форуме. Обязательно обсудим самые необходимые моменты нашей лекции. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова